У меня сейчас было два сумасшедших боя в легком весе. И все. И за весь турнир только два боя сумасшедших. На вас какой из этих поединков больше впечатлений произвел? Больше эмоций доставил? На самом деле, знаешь, я по двум. Вернее, я доволен тем, что, по сути, мой прогноз подтвердился. Когда кому-то публично даешь свой прогноз, и, не дай бог, он не сбывается, потом он любит на лиц сказать, что ты вообще ничего не соображаешь, ты ничего не понимаешь и так далее. Вот здесь, по сути, как я и говорил, Чендлер выиграл нокаутом, и Гейджи проиграл прямым приемом. Единственное, я думал, что подольше Гейджи протянет. Продержится он подольше. Вернее, дольше придется держаться Оливейре, потому что его будут бить. Но он оказался побыстрее немного. Вот и все. А так, впечатление, знаешь, на самом деле, это тому подтверждение. То есть два бойца, Чендлер и Гейджи. Неважно, с кем они дерутся, согласись? Вообще неважно, кто соперник. Все равно бой будет интересный. Вот и все. Что мы и видели. По поводу Оливейра, человек же снова волю показал. Вы это любите, когда человек показывает дух. То есть у него же был, допустим, бой с Чендлером. Поэтому он и стал чемпионом. Регистрируйтесь в букметерской компании Лига Ставок. Получаете крутые бонусы и шанс сорвать куш в акции с призовым фондом 450 миллионов рублей. Знаешь, я тебя перебью. Я за Оливейра просто хочу сказать. Я уже устал это слушать от людей. Всего лишь 200 грамм не сделал. Остался без титулов. Всего лишь 200 грамм. Вы, люди, вообще не понимаете, что... Вы спросите, сколько он до этого сбросил. И почему у него осталось только 200, правильно? Как будто, знаешь, большинство из нас живет и так воспринимает. Вот я сейчас вешу, например, 89, да? Ну что, я 200 грамм не скину, что ли? Ну, конечно, скину. А если я до этого скинул 20-ку? Правильно? И какие 200 грамм там уже? Там один грамм-то уже не скинешь. Вот это вот просто хотелось добавить и все. Это, извини, это меня просто наболевшее, чтобы люди, наконец-то, начали разбираться, что такое. Это даже 50 грамм, даже 10 грамм. Это очень важно. Ну да. Ну, для вас это такая тема-то наболевшая, можно сказать, после боя с Горскими. Да. Ситуация сейчас... Титул вакантный. Поэтому очень интересно, кто же будет драться за этот титул. Я предполагаю, что, скорее всего, Ливера. А второго я даже не знаю. Ну, может быть, и сам Махачев? Я не знаю. Честно, вот честно. Сложно сказать. Там у них такой запутанный... Мое мнение, опять же, что не очень выгоден ислам для UFC. Это мое мнение. Так бы они давно уже, наверное, его поставили. А слушайте, а почему не выгоден? Ну, то есть, в любом случае, у него там... Не знаю. Но у него много подписчиков в Инстаграме. Он уже достаточно известный боец. Так, ну что, думаешь, подожди, смотри. Хорошо, хорошо. Вот я сейчас тебе спрошу, и большинство может так же. Вот смотри вопрос. Оливера дерется против, к примеру, Конора Макгрегора за титул. И Оливера дерется против Ислама Махачева за титул. Ну, тут любой бой с Конором. Любой бой с Конором, он будет по продажам лучше любого. Хорошо, ну смотри, ну сейчас здесь, например, тот же зреет реванш с Майклом Чендлером после такого нокаута. Это тоже, ну не знаю, я, например, почему-то мне так кажется, что этот бой для американского зрителя, да и не только для того западного, будет более кассовым. Смотри, американский рынок, вот просто понятие, американский рынок. Оливера это кто? Американец? Нет, он бразилец. Хорошо, оставляем. Уже не американец. И второй Ислам Махачев, он тоже не американец. Поэтому, если бы был сейчас чемпион-американец, то тут интересно поставить Россия-Америка, правильно? А Россия-Бразилия, ну я не знаю, это опять же мое мнение, я могу отшибаться, посмотрим, если поставят Ислама, я буду только рад. Ну, спортивный принцип тут, знаете, но я думаю, что вам же ведь, наверное, как поклонник ММА, все-таки было бы интереснее посмотреть на бой Махачева и Оливьера как-нибудь так. Да, ну мне бы было интересно, если честно, Чендлера посмотреть на бой Матфей Иванович. Вот так. Что про Тони Фергюсон скажете? Отправил в первом раунде Чендлера в нокдаун, ну и вообще, в принципе, неплохо смотрелся на самом деле. И вот тут, конечно, такая просто катастрофа. На самом деле у меня заставил понервничать, вот реально, Тони Фергюсон, когда он Чендлера чуть-чуть болтанул, Чендлер заэтовал. Но я знаю, что Чендлер заднюю-то не включит, то есть он будет до конца пытаться драться, я это понимаю, но все равно, когда видно, что он, знаешь, так попятился, что он чуть-чуть, ну, как-то плохо ориентируется в пространстве, это тяжело смотреть. Но потом вот этот сумасшедший удар, я, если честно, ну, я реально в шоке, в легком пребывал, потому что от Чендлера я этого не ожидал. Он еще его как-то выбросил, как-то, не знаю, как-то, по футбольному, что ли, как? Ну, какой-то такой у него прям фронткифтка получился, мне кажется, не совсем. Ну, слушай, но Чендлер, Чендлер и удары ногами, это несовместимые вещи. Да, и тут вообще, и тут просто такое. Жалко вам Тони Фергюсону? Был 12 побед подряд, теперь 4 поражения подряд, 38 лет, еще такое жесткое поражение. Не, ну, а что, ну, бывает, что я могу ему сказать, я могу ему только пожелать здоровья, чтобы он не ломался, вот и все, ну, такая, значит, жизнь его, на ему столько испытаний, на его судьбу выпало, да, поэтому, что ты можешь сказать? Что, ну, жалеть, можно хоть жалеть, хоть не жалеть, но что делать? А вот вы, кстати, согласны с мнением, что, в общем-то, ему просто повезло, что бой с Хабибом не состоялся? Ну, то есть, у него в любом случае теперь в активе есть такая, типа, легенда, что я был самым неудобным соперником для Хабиба и так далее и тому подобное. Хотя, ну, как мне кажется, Хабиб его бы просто переехал бы, если честно. Не, на самом деле, я думаю, для него это большая трагедия, чтобы бой не состоялся, потому что у него был шанс, да, любой, понимаешь, любой боец за этот шанс бы хватался. Вот любому нормальному бойцу, который, ну, с головой хотя бы понимает что-то, знаешь, нормальный, да, ты ему предложи бой с таким легендарным бойцом, где ты в любом случае в выигрышном положении. Конечно же, он согласится, никогда в жизни не откажется, поэтому, я считаю, для него это большая была потеря. А так, я не слышал, чтобы он говорил, что он там был самым неудобным и что-то еще от него, я такого не слышал, он, по-моему, всегда уважительно говорил. Чуть-чуть там при раскачке что-то у него было. Не, ну, как сказать, ну, там бывали всякие... Тирамису. Всякое забывало. В сути, там пять боев-то отменилось, так что там, как бы, сказано было много, в общем. Биволы не смотрели, да? Не успели. Да я, нет, я это, не успел, а он тоже в это же время шел. Ну, он, получается, да, там как раз, ну, там можно было, кстати, посмотреть, потому что он бился прям между, получается, Гаджи и, точнее, между, между Чендерами Фердиусоном и Гаджи и Алией. А где его показывали? Кто показывал? В России не показывали, официально. Ну, видишь. Сейчас мы, к сожалению, поставим ситуацию, когда приходится, кстати, пират тебя, в общем, искать. Ну, понял, но вот я не нашел. Вы как думаете, вот эту победу ее можно считать самой великой в истории российского профессионального бокса вообще? Впервые, по-моему, наш боксер победил первого номера паунт-фул-паунт по различным версиям. Ну, вот ты сам ответил. Но если он победил первого номера паунт-фул-паунт, то, конечно, можно. Все, значит, что... Я просто, знаешь, не так слежу за боксом. Но если, как ты сказал, исторически так сложилось, то, конечно, можно. Субтитры сделал DimaTorzok